А почему бы не купить себе флагман от Xiaomi, к примеру, он вроде бы блестящий такой, красивый, нахрен мне вот этот вот старенький iPhone 7 Plus. А перед началом ролика я бы хотел поблагодарить новых подписчиков, их имена сейчас вы можете видеть у себя на экране. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первым закрепленным комментарием, не забудь нажать лайк и колокольчик. Что выбрать на данный момент, новенький смартфон от Xiaomi или старенький смартфон от Apple? Вопрос довольно спорный, давайте разберем плюсы и минусы двух вот этих вот гаджетов и решим какой же все-таки из них лучше. Для начала давайте посмотрим на внешний вид, для этого нам потребуется снять чехол, как же я не люблю постоянно в роликах снимать эти чехлы, чего не сделаешь ради подписчиков. Вот так примерно два смартфончика лежат в руках, всем знакомый старенький уже довольно iPhone 7 Plus, который выглядит практически так же как iPhone 6 Plus, который вышел, мать его, в 2014 году и новенький блестящий современный Xiaomi Mi 9. Давайте вот минуточку просто рассмотрим их, как они выглядят и вы напишите в комментариях, какой по вашему мнению смартфон симпатичнее. Вот так выглядит Xiaomi Mi 9, закругленное заднее стекло, шлифованные грани, выпирающий модуль камер, абсолютно практически безрамочный экран с небольшой вот тут вот точечкой вырезан камерой. И, ну, блин, прикольный современный смартфон с OLED-экраном и всеми-всеми плюшками. И довольно старый, но, блин, от этого не менее практичный смартфон, матовый, абсолютно алюминий, мало выступающая камера, это уже довольно дико для нас, потому что сейчас уже камеры стали торчать на полметра из смартфонов, чуть ли не толще в два раза самого смартфона камера. Здесь же такого нету, то есть очень лаконично, и вот если смотреть именно на задники этих двух смартфонов, черт возьми, честно, мне больше нравится iPhone, вот хоть убей, потому что какие-то более отточенные линии, более практичный корпус, не марки совсем, все как-то более продумано, как по мне, и, ну, тут практически точно я бы выбрал iPhone, абсолютно уверен в этом. Если поговорить о фронтальной панели, то тут будет глупо отрицать прогресс, и видно, что рамочки на этом смартфоне совершенно узенькие, полезная площадь экрана намного больше, чем на iPhone 7 Plus, и с этим уже абсолютно ничего не поделать, потому что вот эти вот два огромных выступа, они у нас здесь ослались и никуда не денутся. Здесь же в современных смартфонах мы видим, что, как я уже ранее сказал, полезная площадь экрана используется абсолютно по максимуму, небольшой только вылез под фронталочку и все. И да, как только появились смартфоны безрамочные, мне это безумно понравилось, я помню, как я хотел себе хоть какой-нибудь безрамочный смартфон, потому что это что-то новое, что-то необычное тогда было, но честно признаюсь, попользовавшись после этого многими Xiaomi, iPhone XR, iPhone 11, и когда я беру в руки iPhone 7 Plus, никакого дискомфорта не испытываю, абсолютно ноль дискомфорта, прям вот гарантирую, ребят, если у кого-то такая ситуация в жизни будет, что вы будете переходить вот на такой вот рамочный смартфон, знайте, ничего в этом плохого и страшного нету, разве что до верхнего края экрана теперь можно дотянуться, а если вы пользуетесь, например, Xiaomi, у вас это не получится сделать. Поэтому в плане удобства даже, возможно, вот этот экран будет более практичный, и давайте вспомним, что мы чаще всего делаем на своих смартфонах, переписываемся и смотрим ролики. Если тут говорить про YouTube конкретно, то можно заметить такой вот небольшой нюансик, что в основном сейчас все ролики, они не в широком формате снимаются, а в формате 16 на 9, то есть как раз вот под рамочки iPhone, а здесь же у нас формат намного шире, соответственно, более узенькие рамки и видео будет более широкое, и вы выбираете либо смотреть его вот в таком вот формате, чтобы оно обрезало, ну, чтобы черные полосы были по краям, либо раздвигать его, и тогда видео обрезается сверху-снизу, и тогда уже идет на весь экран. Поэтому в плане роликов еще более практичен сейчас на данный момент 7+. В будущем, конечно же, скорее всего, ролики станут более вытянутыми, и тогда уже первенство возьмут вот эти вот безрамочные смартфоны. Казалось бы, столько лет прошло, 2016 год, 2019 год, целых три года прогресса, что изменилось на данный момент очень много. Сейчас массово стали вводить вот эти вот OLED-матрицы, безрамочные экраны и вот эту всю хрень, широкоугольные камеры, которые, ну, мне не особо-то и нужны. Здесь же по стандарту две камеры, это обычный и телевик. На телевик можно делать суперски шикарные фотографии, которые просто не стыдно показывать своим знакомым, выкладывать в Инстаграм. Кстати, напомню про свой Инстаграм, там я частенько выкладываю фотки с различных смартфонов. Если кому будет интересно, обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании. Фото и камера здесь вообще отлично, видео записывают тоже отлично. Что касаемо камер в Xiaomi Mi 9, они здесь будут более мощные, более детализированные снимки будут получаться гарантированно, но при этом может хромать цветопередача и видеосъемка на Xiaomi Mi 9 будет хуже, чем на iPhone 7 Plus. Если кто-то хочет убедиться в том, что iPhone 7 Plus неплохо снимает, загляните на мой канал, там я снял ролик про iPhone SE полностью на улице и полностью с рук на iPhone 7 Plus. Можете посмотреть. Несмотря на то, что YouTube сожрал очень сильное качество этого ролика, там все еще заметно, что снято он очень неплохо на вот эту вот камеру прямо с рук. Ну, это не может не радовать. Поэтому в плане камер и в плане каких-то вот этих вот всех плюшек в фотографии, iPhone 7 Plus все еще неплохо и вполне может конкурировать с Xiaomi Mi 9. А по видеозаписи вообще ему задницу надерет, как я уже сказал. Если мы поговорим про производительность, то тут тоже все неоднозначно, потому что Xiaomi Mi 9 безумно мощный. Это просто ракета. Он работает быстрее, чем ты думаешь. То есть, что бы ты ни открыл, все происходит супер быстро и четко. Но загвоздка в том, что iPhone 7 Plus тоже очень быстрый и какое бы приложение вы на нем не открыли, что бы вы от него не требовали, все происходить будет с такой же скоростью. Это же касается и производительности в играх и вообще в общем производительности. Тут тоже по одному баллу можно добавить этим двум смартфонам. Как я уже сказал, корпус более практичный на iPhone. Производительность плюс-минус одинаковая и там, и там. Камеры мне больше нравятся тоже на iPhone, потому что по видеосъемке он круче и по цветопередаче будет более точным. Но, конечно же, если вы хотите более эффектный и вызывающий смартфон, хотя я сомневаюсь, что кого-то на данный момент можно удивить безрамочным смартфоном. Это, по-моему, уже все привыкли и ни для кого не новость. Скорее всего, тогда вам нужно брать Xiaomi. Если вы заядлый геймер, любите бесплатно скачивать различные игры, АПКшки, вот что-то там мутить с читами, тогда, конечно же, для вас выбор очевиден Xiaomi. Если же вы привыкли к системе iOS и до этого пользовались iPhone, ну, допустим, у вас был iPhone 6, и вы решили обновиться, и вот теперь у вас выбор. Потому что iPhone 7 Plus и Xiaomi Mi 9 стоят примерно одинаково, и ты подумал, а почему бы не купить себе флагман от Xiaomi, к примеру, он вроде бы блестящий такой, красивый. И нахрен мне вот этот вот старенький iPhone 7 Plus. Тогда, мой друг, я тебе категорически советую купить все-таки iPhone 7 Plus, потому что тогда ты с большей долей вероятности не разочаруешься, так как ты уже привык к системе iOS, ты уже в ней как рыба в воде плаваешь. Соответственно, у тебя не будет проблем никаких с адаптацией, ты просто восстановишь свою резервную копию на этом iPhone и продолжишь пользоваться его отличной камерой, хорошим четким экраном, отличной автономностью и скоростью работы, то есть все с ним будет хорошо. Но если ты до этого пользовался, к примеру, каким-то андроидом, и тебя не смущают вот эти вот приколы в системе различные, может быть какие-то подергивания, где-то может быть небольшие нестабильности, то в принципе Mi 9 отличный вариант. И будь я школьником, например, я бы скорее всего себе купил Mi 9, потому что в нем просто интереснее колупаться. Я прекрасно помню, что когда я обучился в школе, я обожал какие-то прошивки делать, кастомные ядра накатывать, лаунчеры, вот это все мне было очень интересно. Айфон в этом плане более скучный, то есть уже для таких взрослых, людей, которым ничего от жизни особо этого не нужно, вот чтобы фотал хорошо и работал как часики. Поэтому, ну, айфон, я уже объяснил, для кого лучше выбрать. Но, ребята, ни в коем случае я не говорю, что Mi 9 это плохой смартфон, это вот такой вот телефон, мне он очень понравился. Чуть меньше, конечно же, чем Mi 8, который тоже совсем недавно я обозревал и сравнивал с Mi 9. Но Mi 9 тоже отличный гаджет, мне нравится фирма Xiaomi, они для меня вторые после Apple, эти два смартфона это просто ван лав за свои деньги. В скором времени я планирую еще сравнить айфон 11 и Xiaomi Mi 9, и там уже будет сравнение более интересное, чем здесь, потому что, ну, цена уже, соответственно, в два раза выше и выбор совсем будет неоднозначен. Здесь же за одинаковый ценник я бы для себя с большей вероятностью выбрал айфон. Напиши, что бы выбрал ты в комментариях. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Тем, кому понравился ролик, обязательно поставьте лайк. Кому не понравился, поставьте дизлайк, пишите свои комментарии, я обязательно прочитаю, постараюсь всем ответить. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, это Инстаграм и второй канал. В Инстаграме я, как уже сказал, часто выкладываю фотки с различных смартфонов, будь то Mi 9, iPhone 7+, iPhone 11, iPhone XR, и вы можете посмотреть, как фотографируют тот или иной гаджет. И также, просто кому интересен мой профиль, подписывайтесь. Ссылки на покупку аксессуаров для айфонов, для любых айфонов, стекла, чехлы будут в описании. Также я постараюсь разместить ссылку на покупку Xiaomi Mi 9, iPhone 7+, по самым низким ценам. Кому интересно, также это все будет в описании. В общем, ребята, все, что хотел, сказал. Что думаете по этому поводу? Всем хорошего дня, хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok